Друзья, вас приветствую. Это будет небольшой технический выпуск по итогам экспедиции в Арктику на Диксон. Я сейчас расскажу о том, что было сделано с машиной, о том, что произошло в процессе экспедиции и о том, что по итогу нужно будет сделать к следующему разу. Этот выпуск будет в основном для мужиков, для автопутешественников, для владельцев автомобилей. Будет сугубо техническая информация, которая получена моим личным опытом. То есть это не из серии, что вот мы доехали, заливайте масло и равенол, все классно, например. Или покупайте такие запчасти, все круто. Нет, это будет такой более-менее содержательный выпуск. Скорее всего, он будет минут на 25, поэтому приготовьтесь его немножко подольше посмотреть. Ну, в общем-то, давайте погнали, друзья. Так, что самое главное? На машине установлены 35-е колеса, резина Нокиан Хакапеллита ЛТ-3 в размере 315-70 на 17. Резина отработала нормально. Мы вернулись, сходили на Диксон, вернулись обратно без единого прокола, без пореза какого-то, трещин нету. Резина в отличном состоянии. Всю дорогу мы ехали на 0,5. На обратном пути немножко я спускался, там 5 километров у нас был пробег по тундре на 0,4. Все остальное время 0,5 давление. В общем-то, нормально. Ну, по трассе, сейчас я выехал, по трассе 2,4 накачал. Поеду дальше. В общем-то, резина 35-е, вот эта Нокиан Хакапеллита показалась отлично. Что у меня еще установлен? 20 автономных отопителей Вебаста, один сухой, точнее, один мокрый котел на двигатель, один сухой фен в салоне. Они работали ненормально, но были нюансы следующего характера. Во-первых, топливо, очень низкое, очень плохое качество топлива, оно периодически перемерзало. Соответственно, Вебасты иногда не запускались из-за того, что, ну, просто замерзало топливо в трубках. Второй момент, у меня фен Вебаста, точнее, сухой фен в салоне, у меня забор воздуха выведен наружу, под днище, там, в районе рамы. Соответственно, очень много приходилось топтаться по снегу, где-то проваливались, проваливались налить в том числе. В сугробы. И этот впуск, его просто забило снегом в какой-то момент. И от этого тоже Вебаста не запускалась. Поэтому к следующему году, к следующей экспедиции я эту систему буду переделывать. Во-первых, я перенесу впуск Вебаста куда-то в салон, скорее всего, в район подкрылка крыла, там, где закрытое пространство. Дальше маленько перенесу фен, переделаю, поставлю его чуть в другом месте. И забор топлива сделаю напрямую из бака. И, соответственно, все магистрали топливные, все подкачные насосы самих Вебаста и одно, и второе занесу в салон. Поставлю где-то их в салоне, либо в подкапотном пространстве, чтобы они были, ну, максимально в теплом месте. И все трубки, все магистрали пущу тоже, скорее всего, по салону. Второе, вот этот мокрый фен, точнее, мокрая Вебаста, у меня установлено здесь перед радиатором, тоже немножко подмерзало. Скорее всего, буду переносить ее куда-то под капот, не знаю, куда, места нету вообще, но буду как-то думать, чтобы максимально, опять же, то есть, перенести ее в теплое место, чтобы она нигде не перемерзала. Точнее, трубки, чтобы нигде не перемерзали. По Вебастам, в общем, все. Дальше у меня установлен шноркель плюс циклон. Вот этот циклон офигенная вещь, я как бы прям жалею, что раньше его не поставил, причем, видите, он большой, у меня до этого стояла версия циклона маленький, маленький, китайский какой-то. Его катастрофически для двигателя не хватало, поэтому я его съездил в одну экспедицию и выбросил. В этой экспедиции поставил вот этот большой, взял у Дэна, у знакомого, и он мне очень понравился, он не душит двигатель абсолютно. Его начинает слышно где-то только к 3000 оборотов, когда газуешь сильно, да, тогда только немножко слышно его, что, в общем-то, такие обороты редко бывают. Тем более на зимниках, тем более там, где нужно топтать снег. Но большой плюс этой конструкции, этой штуки, то, что она отсеивает в себе 90% снега. Фильтр, ну, по итогам экспедиции, кто смотрел фильмы, выпуски, воздушный фильтр всегда был чистый. Единственный раз я оттуда немножко выгреб снега, вообще прям немножко там, ну, вот горсть и все. Все остальное время фильтр воздушный был чистый. Дальше, защита нижняя, стоит у меня защита реваль, алюминиевая 6 мм, отлично отработала, отлично себя показала. Очень много было участков, где приходилось просто пробивать себе дорогу по снегу, по льду, по плавник, да, деревья, которые вынесены водой на берег. Они, соответственно, зимой замерзают, и там получаются такие эти наросты, блин, сталактиты. Вот, много мест, где пробивал себе дорогу таким образом, и, в общем-то, нормально себя защита показала, замяло. В одном месте я замял ее, был реально сильный удар, но защита целая, защитил двигатель. Я сейчас ее разобрал, просто постучал, выровнял, поставил на место. Дальше, силовой бампер. На самом деле, как бы такая спорная вещь, металлический силовой бампер. Есть большой плюс в том, что в этом году он снова защитил мой пластик, потому что, если бы у меня стоял пластиковый, то, как минимум, дважды я бы, скорее всего, этот пластиковый бампер расхреначил вместе со всей оптикой. Силовой бампер железный, он два раза меня защитил. Первый раз, когда мы катались на этих, на железных листах, машина уперлась, очень сильный удар был. На бампере даже следы остались. Второй раз тоже где-то пробивали снег, я не помню, а, или куда-то вылетел. А, я в сугроб вылетел, точно, когда ехал по дороге, была там аварийная ситуация, встречка вышла, фура вышла на встречку, мне, ну, некуда было деваться, я просто вышел в сугроб. Вот, силовой бампер меня защитил. Но к следующему году я буду думать, точнее, к следующей экспедиции, я буду думать, как его облегчить, хотя он и так весит 45 килограмм в месяц с площадкой под лебедку, я все-таки буду думать какую-то алюминиевую альтернативу. Поищу ребят, кто может сделать такой же алюминиевой и облегчить его хотя бы там в половину. Это будет вообще офигенно, если у меня получится его облегчить. Дальше, что еще у меня здесь из оборудования? Двигатель штатный, салон, в принципе, штатный. Двойное стекление сзади здесь, спереди. Второго лобового стекла очень не хватало. К следующей экспедиции буду ставить второе лобовое стекло. Еще что у меня установлено? Задний силовой бампер металлический. В принципе, такая вещь, как бы, ну, тоже непонятно. Нужен он, не нужен? К следующему году буду искать альтернативу. Либо его буду снимать, ставить просто пластиковый бампер. Но, опять же, какой-то усиленный, кевларовый, может быть, может быть, какой-то АБС-пластик. Либо, как альтернатива, искать, кто сможет сделать алюминиевый бампер. Потому что, ну, все-таки нужно облегчаться. Машина тяжеловатая. Так, из того, что еще сделано, дополнительный бак установлен. Ну, это, как бы, это заположняк, это нормальная тема. Плюс сверху автобокс, очень нужная тема, реально очень нужная тема. С ним езжу уже второй сезон, снимать не буду. Как бы, бокс в нормальном состоянии. Очень много вещей мы туда закидывали. Отработал хорошо. Единственный, конечно, минус, когда сильная метель, все равно туда задувает снег. Через щели, ну, вот этот мелкий снег, когда метель, он задувает вообще везде. Вплоть до того, что даже в уплотнителе дверей. Вот, поэтому здесь ничего не сделаешь. Это, как бы, нормально. Просто туда не надо ложить вещи, которые, ну, которые опасно, там, замочить снегом, да, такие ценные. А в остальном все нормально. Плюс такая маленькая корзина алюминиевая под канистры, она тоже у меня остается. Отличная вещь, удобная. Единственное, может быть, сделаю еще там на пару сантиметров его побольше, чтобы, чтобы канистры туда складывать чуть побольше. У меня сейчас пятнашка, двадцатка и десятка. Я бы скомплектовал ее 20-20-10. Вот так скомплектовал. Но для этого нужно увеличить ее на пару сантиметров. В общем-то, закажу новую версию, переделаю. Дальше оптика. Ну, у меня штатная оптика. Плюс у меня дополнительно спереди стоит светодиодная балка компании Авроры двухцветная. Отлично себя показала, отлично отработала. Буду с ней ездить дальше. Плюс поставлю еще, скорее всего, пару, пару так называемых, как назвать-то, против, ну, типа противотуманок светодиодных авроровских. В бамперах вмонтирую. Вот, компрессорная система Берку стационарная в этом году вообще отлично себя показала. Ни разу нигде не перемерзала, даже когда метель была, мороз был сильный. Подкачивался, спускался, как бы все нормально, отработала система нормально. Единственное, приеду, разберу сам компрессор и немножко его, наверное, смажу, почищу, потому что стал чуть медленнее качать. Изначально два года назад, когда устанавливал, он качал моментально. Сейчас чуть дольше, возможно, нужно поменять ремкомплект просто. Дальше, пластиковые подкрылки развалились. Здесь я менял, видели, может быть, кто-то смотрел, ставил пластиковые подкрылки, развалились. Нужно приехать, приеду, буду переделывать. Как-то не знаю, что с ними сделать на самом деле. Ну, они постоянно у меня отваливаются, это такой расходник. Подвеска ОМЕ показала себя нормально, амортизаторы целые, не потекли, нигде ничего не оторвал. Хотя, вы видели, там были места, где мы подпрыгивали несколько раз, он, Виталий, аж держался за ручку и за крышу. Вот. Единственное, немножко, немножко, на левом и на правом переднем амортизаторе нижний сайлентблок стал поднашиваться. Чуть-чуть он напряжен там. Ну, собственно говоря, это не критично. Единственное, приеду либо поменяю, либо еще, может быть, я думаю, летний сезон запросто отходит. Дальше. Передний правый наконечник рулевой, немножко порвалась, порвался пыльник. Немножко видно смазку, но тоже не критично, у меня, потому что предыдущий стоял, я на нем ездил, на таком порванном, 70 тысяч проехал, он как бы был в порядке. В остальном, в остальном подвеска нормальная, то есть с подвеской вообще никаких косяков нету. Нигде ничего не порвал, не потекло, никаких, все пыльники на месте, нигде не смазку не давануло. Все сальники, самое главное, цело. Сальники на переднем редукторе, на заднем редукторе, на этих, на приводах все сальники целые, все хомуты целые, все пыльники на приводах тоже целые. Килограмм 150 отвалилось. Льда? Да, пыльники, да. Лед, снег, но все было, вот это вот, все было вровень, просто снегом, потом льдом уже запито, забито, короче. В целом все нормально, единственное, опять вот правый наконечник рулевой чуть-чуть начался плеветь. Это какая-то болезнь, у меня до этого стоял рулевой наконечник, тоже пыльник порвался, я на нем проехал, наверное, 1070 ждал, пока он все уже развалится. Он, сволочь, не разваливался. Я поставил новый, и он опять лопнул. В остальном, как бы, подвески, вроде, нареканий нету, особо таких, ну, по крайней мере, видимых и ощутимых. Ага, так, да нет, все нормально, у тебя, кстати, все пыльники целые, гранаты целые, учитывая то, что мне все говорили, да, нужно ставить там пониженные, заниженные пары, занижать у меня головные пары, менять, потому что у тебя 35 колеса, ребят, ну, я же говорил, что это все херня. То есть у машины очень большой запас прочности по агрегатам, то есть вот на 35 колесах мы проехали, коробку я перегрел всего один раз, и то, когда у меня перестала работать пониженная раздатка, и я пытался выехать на, ну, обычно на верхней передаче. То есть я только тогда перегрел коробку, ну, как перегрел, подогрел масло, загорелся индикатор, я просто остановился и подождал, остыло, все. Больше перегрела в коробке не было, даже учитывая то, что мы очень много топтали снег, там, бились по целине. Так что, круто. Так, снял топливный фильтр, потому что опять загорелась лампочка, ну, и я показывал уже неоднократно, какого качества здесь солярка. Вот этот фильтр я менял, где я его менял, я его менял в дудинке перед выездом на Диксон, он был абсолютно белый, и он прошел, ну, где-то, наверное, ну, пару тысяч от силы, может быть, там, две с половиной. Вот видите, он уже весь грязный, серый, это учитывая, не учитывая то, что он еще много воды, скорее всего, держит в себе, и парафининой солярки. Так, сейчас я солью стакан, смотрите, аж осадок, видно, смотри, представляете, топливный, это все попадает в топливную систему, и топливная система за это спасибо точно не скажет, вообще, учитывая то, что здесь стоит система Common Rail высокого давления, с очень тонкой струей распыления, и форсунки здесь одноразовые, кстати, они на вот этих современных двигателях форсунки не ремонтируются. люди, которые их ремонтируют, но это, как правило, хватает там на 5-10 тысяч, а потом они опять умирают, а то и столько даже не проезжают, поэтому, короче, херово это солярка для наших автомобилей. Субтитры сделал DimaTorzok У меня остановлены жесткие блокировки ARB и перед и зад. Я очень жалею, что не поставил их раньше, в том году, потому что очень сильно они выручали, бывали места, где я заднюю блокировку не выключал вообще, ехал просто на ней постоянно. Переднюю блокировку выключал там по необходимости. По результатам эксплуатации в Норильске я проверил масло, в заднем мосту масло чистое, хорошее, масло без эмульсии, без стружки, лишних каких-то вкраплений, а в переднем мосту масло было со стружкой. Я подозреваю, что возможно, возможно, я все-таки не такой специалист в этом, я несколько раз включал и выключал на ходу блокировки, но просто забываешь там, либо рукой случайно задеваешь. И возможно, поэтому тоже появилась стружка. И третий момент, что опять же была большая нагрузка. Были места, где я выворачивал руль и на вывернутом руле тоже работал на передней блокировке, что в принципе нежелательно. Это определенная нагрузка на сам редуктор. А в остальном слил масло. У меня, кстати, залит равенол. Во всех узлах-агрегатах равенол залит. Традиционно уже третью зиму, третью арктику я на нем езжу. Нигде никаких подмерзаний не было. В принципе, масло показалось себя достаточно нормально. У меня установлена передняя лебедка. Комап Gen Cell 2, по-моему, как-то так. Отличная лебедка. Работали ей постоянно. Вещь очень нужна. Без лебедки было бы прям вот реально тяжело. Особенно в наледях, где невозможно машину дергать. Либо на мягком Насте, где тоже машину дергать не получается. Нужно ее просто в натяг потихоньку цеплять, вытаскивать. В этом плане лебедка была просто незаменимая. И я реально ее даже не сматывал. То есть столько раз ей пользовались. Ну, наверное, раз в 50 мы ее разматывали. Единственный минус, конечно, с годами, за три года эксплуатации окислились контакты в некоторых местах. И они поотваливались. Поэтому периодически, то есть контакт отпадывал, лебедка там через раз работала. Но первый раз я в дудинке контакты почистил, стало лучше. А второй раз, ну, на второй раз пока как бы хватило, уже домой приеду, дома все это дело приведу в порядок. Топливная система. Штатная топливная система. Никаких изменений не было, ничего не было. Единственный был случай, когда подмерзала солярка. Когда мы ехали туда, заправились в Воронцово плохой соляркой. Солярка, скорее всего, была разбодяжна с летней, потому что появился парафин. И машина не набирала обороты. Я ехал там до 1100. Я не мог набрать оборотов больше тысячи. Поэтому ехал просто реально со скоростью 10 километров, там, тысячу оборотов держал. В принципе, машина ехала. Но когда даешь больше, там, тысячи, то из-за того, что топливная перемерзает, не хватало тяги, машина глохла. Но, в принципе, ехать можно было. У меня стоит топливная система современного поколения, Common Rail, так называемый, где создается высокое давление. Плюс у меня обратка пропущена через топливный фильтр. Топливный фильтр греется еще с обратки. И плюс обратка попадает теплая, даже горячая обратка попадает в бак. И это, ну, в некотором роде, немножко оттаивает. А у меня единственное, у меня стоит обогрев самого кожуха, обогрев топливного фильтра. Я включил, потом, когда стал подмерзать, включил. И обогрев топливозаборника в баке. Я его тоже включил. Ну, через какое-то время, примерно, там, через час, машина перестала, солярка, видимо, перестала замерзать. Машина стала работать нормально. Но я не знаю, в чем причина. Либо солярку, вот он ту плохую прогнал, либо при помощи фильтров, как бы, эта солярка разогрелась. Вот, ну, реально причину не знаю. Потому что я потом ехал с включенными этими обогревами до самого Диксона. И выключил уже потом, когда залили другую солярку. А в остальном топливная система штатная. Единственное, конечно, солярка низкого качества, плохая. То периодически приходилось, там, снимать, вычищать, там, вымывать, так называемую, колбу, да, топливоотстойника, топливного фильтра. И менять сам фильтр. Двойное стекление. Сзади у меня стоят двойные стекла по периметру. Очень полезная вещь, офигенная, прям рекомендую. Но в следующем году я буду ставить, скорее всего, переднее, второе тоже стекло. Потому что в этот раз мы намучились. Была метель. Ну, когда метель, она обычно отепель, он намерзает, стекло настывает. Ехать невозможно, все залеплено. Прям были места, где просто было невозможно ехать из-за того, что все стекло залеплено. Вот поэтому в следующем году обязательно поставлю второе стекло. Попробую, поэкспериментирую. По идее, со вторым стеклом на лобовик намерзать не должно. Вот этот момент. А в остальном, в плане морозов, конечно, особого такого дискомфорта не было из-за второго стекла. Но вот когда метель, когда намерзает, то там, конечно, да, очень неудобно. Поставлю в следующем году обязательно второй лобовой и посмотрю, как оно себя покажет. Так, еще у меня установлен преобразователь 220 вольт. Подключена прямую к аккумулятору, через него мы постоянно заряжали технику. Плюс у меня стоит вторая стационарная рация УКВ, ВИЧФ, ЯСУ-88, 2.0. Офигенная рация, мне очень нравится. У нее два канала, параллельно могут работать и принимать, и отдавать параллельно. Так, ну, стандартно лопаты снеговые, то есть лопата штыковая, железная, металлическая, Фискарс, плюс пешня. Но пешни, правда, у меня не было, я не успел ее купить. Пешня была второй машиной, у Дениса была, в общем-то, мы ей пользовались. Что из того еще, что у меня было? А, топливный бак, у меня стоит второй топливный бак, АРБшный, на 180 литров. И, в принципе, как бы запас хода у меня 270, плюс сверху канистры 45, то есть, ну, вот считайте, там 300, 325 литров, да, получается. Да, правильно, 325 литров. Ой, 315. Хороший запас, в общем-то, отлично все, как бы в этом плане великолепно. Единственный минус этого бака, он тяжелый, он, зараза, реально весит, там, 50 килограмм с лишним, наверное, только пустой. Потому что он металлический, он с какого-то сплава непонятного. В следующем году, к следующей экспедиции, я его сниму и поставлю пластиковый. У АРБ появился вариант пластикового облегченного бака, тоже объемом, тоже, по-моему, 180-170 литров. По форме он примерно такой же, по габаритам тоже примерно такой же, но по весу он в 3 раза легче. Поэтому в следующей экспедиции обязательно буду задний бак снимать, этот штатный, тяжелый, ставить облегченный, облегченный пластик. Вообще, в целом, на следующий год у меня, на следующей экспедиции у меня задача по максимуму облегчить машину, хотя бы килограмм 300 с нее снять. Потому что, ну, тяжело, прям чувствуется, что машина очень тяжелая, там, ехали, допустим, мы огружены с людьми, с пассажирами, где-то порядка 3-700, 3 тонны 700. То есть это прям вот реально много. Люди, вот, Влад с Виталием выходили, это минус 200 килограмм. И машина ехала там, где она не могла ехать. Соответственно, если облегчить машину еще, то она поедет еще лучше. Соответственно, у меня силовые пороги стоят, они нафиг, в общем-то, не нужны, потому что, ну, во-первых, они большие, с ними неудобно машину подкапывать. Ну, лопата не вылезает. Во-вторых, они, опять же, тяжелые, там, каждый порог по 30 килограмм. К следующему году я либо поставлю вообще штатный пластиковый, либо найду какую-то альтернативу, либо ребят, кто мне сделает там уменьшенную, облегченную версию тоже металлических порогов. Что остальное? Задний силовой бампер тоже, скорее всего, буду менять. Буду искать альтернативу либо кевларовый, либо какой-то ABS-пластик, либо найду пацанов, кто сделает, кто сделает мне такой же задний бампер из алюминия. Потому что, ну, лишний вес, он не нужен. Калитку оставлю, потому что на калитке висит колесо, но тоже буду искать альтернативу, кто сможет сделать мне облегченную калитку. У меня сейчас стоит калитка Каймаровская, она, в принципе, легкая достаточно, но не громоздкая, по крайней мере. Но если поставлю другой бампер, она уже не подойдет, то есть она идет в комплекте с бампером. Плюс у меня планы к следующему году, к следующей экспедиции, чуть-чуть поднять машину, сделать лифт кузова и поставить 37-е колеса. Почему лифт кузова, объясняю. Вот у Дениса на патроле как раз у него был кузов отлифтован. Если в стоковом состоянии, у нас машины примерно одинаковые, ну, там плюс-минус, там, 3 сантиметра, наверное, незначительно. Но у него за счет лифта машина прям значительно кажется выше, и она, ну, она реально выше получается, минимум на 5 сантиметров. Как раз вот эти вот 5 сантиметров его кузова в некоторых случаях мне не хватало. То есть я прям видел, где он проезжает свободно, я проползаю на брюхе. То есть я прям где-то крадуюсь, либо где-то даже подседаю в тех местах, где он проходит. Вот, поэтому к следующему году буду кузов обязательно лифтовать, сделаю 5, там, плюс 2 дюйма, да, либо 5 сантиметров. За счет этого машина, соответственно, увеличится геометрическая проходимость машины. Дальше поставлю 37-е колеса. А сейчас у меня 35-е колеса. В принципе, с 35-ми колесами машина едет значительно лучше даже, чем в прошлом году с 34-ми. То есть это прям ощущается конкретно. То есть я говорю, реально чувствуется каждый сантиметр, каждый дюйм ощущается. Если поставить 37-е колеса плюс лифт 5 сантиметров, там, 2 дюйма, да, то машина поедет совсем по-другому. По проходимости машина, я думаю, не будет уступать нисколько патрулю 61-му, который был у Дениса. Дальше коробка. Коробка у меня штатная, коробка с коробкой ничего не делал. Головные, главные пары у меня штатные. Я их тоже не менял, хотя мне там постоянно говорят, что надо менять главные пары. Ребят, еще раз говорю, здесь, в этом автомобиле, очень высокий запас прочности агрегатов и узлов. Поэтому даже при штатных главных парах на 35-х колесах машина ведет себя нормально. Коробка не греется. Я единственный раз подогрел масло в коробке, загорелась у меня лампочка. Только когда мы топтались, точнее, когда мы застряли и когда у меня перестала включаться раздатка. Вот. Только в тот момент я немножко подогрел коробку, потому что я на повышенной пытался выехать, но там не было вариантов. Собственно говоря, и все. Все остальное время я ехал на пониженной, на пониженной коробка не греется вообще. А, чтобы вы, кстати, понимали, датчик, индикатор температуры, перегрева загорается на 150 градусов. У меня стоит здесь Multitronics, бортовой компьютер, он как раз мониторит, показывает температуру. Я вот засек. Ну, это такое как бы наблюдение. Теперь из того, что у меня вышло из строя, да, из того, что сломалось в этой экспедиции. Да, в общем-то, ничего не сломалось. Единственное, уже на обратном пути, уже практически, когда мы выскочили там с земли, последние 50 километров осталось по Енисею, где-то в наледи, либо где-то в снегу, в каком-то месте оборвал провод заднего датчика АБС. Где именно я не смог найти, визуально я облазил, но не видно. Скорее всего, это где-то вот здесь в районе коробки. Там потому что такой как бы закуток есть, туда набивался очень сильно снег, лед и, скорее всего, где-то там оборвало. Потому что прямо на кочке качнуло, была кочка, то есть она скачнула, и у меня, хоп, там слышно было какой-то такой, ну, какой-то, короче, стук было слышно. И сразу же загорелась вся приборка. Минус большой в том, что когда происходит обрыв датчика АБС, не включается ни пониженная, не включается ни межосевая блокировка. И как бы это доставляет серьезные трудности. Но в нашем случае, точнее в нашем случае, так произошло. Перестала включаться пониженная, перестала включаться блокировка. Но потом, когда доехали до Дудинки, оттаяло. Все это дело оттаяло. Пониженная раздатка стала включаться через раз. Я так подозреваю, что, скорее всего, выходит из строя актуатор. Либо, я не знаю, как он правильно называется, актуатор, сервопривод, там, пневмоактуатор. Ну, в общем, устройство, которое включает, собственно говоря, пониженную передачу, включает раздатку. Вот сейчас он включается через раз, там, бывает со второго, бывает с третьего раза. Не знаю, приеду, буду смотреть. Но в целом, как бы, включается и то. Мы сюда ехали, вот у меня горит вся гирлянда. Вот все, что есть тут, горит, все мигает. Но, тем не менее, машина, в принципе, едет. Я в таком состоянии сейчас доеду до Челябинска. И уже там буду ремонтироваться. Найду, где обрыв, соответственно, исправлю обрыв, скорее всего, поменяет от сервопривод. Либо там, может быть, датчик какой-то, который включает понижайку. И все. В остальном никаких поломок, никаких косяков нет. В остальном все. Машина, как бы, в нормальном, в рабочем, в идеальном состоянии. Машина свозила нас, привезла обратно. Ничего не сломалось. Подвеска целая, электроника целая, освещение целое. Вибаста работает, все работает. В общем-то говоря, машина своим ходом меня сейчас доставит в Челябинск. В принципе, можно ехать и в Москву. Ничего страшного нет из-за того, что горит. Просто не включается пониженное и не работает АБС. Ну, вот эта так называемая система курсовой устойчивой. ЕСП, АБС, все системы, так сказать, вспомогательные системы для водителя. Ну, в общем-то, все. Видео получилось такое немножко сумбурное. Я вот то, что вспоминал, говорил. На этом будем заканчивать. Поделитесь этим видео с друзьями, если кому-то, наверняка, кому-то будет интересно. И, я думаю, мой опыт, именно технический опыт, практический опыт, вам будет полезен в ваших будущих экспедициях. Из того еще, что я бы здесь сделал в машине к следующей экспедиции. Да, в общем-то, все, наверное. Особо тут делать и нечего. Единственное, да, то, что я сказал, то есть, сделаю лифт кузова, облегчу машину по максимуму, где это возможно. А больше ничего не надо. Ну, поставлю еще, наверное, дополнительный свет, может быть, противотуманки дополнительные. В остальном, то, что сделано в автомобиле, меня полностью устраивает. А, и вебасты, переделываю вебасты, чтобы они питались напрямую с бака. И все топливные магистрали проведу по салону, чтобы они были всегда в тепле. То есть, это важный момент, потому что, как бы, подмерзает топливо. На этом, да, все, давайте, короче, будем заканчивать. Хватит болтать. Все, друзья, я поехал домой, в Челябинск, точнее, в Москву, через Челябинск, в Москву. Машинку там полечу. И мы с вами увидимся уже, наверное, в следующих выпусках. Все, спасибо всем, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok